Всем приветики! Заказал себе кулер для корпуса и вот он пришел. Правда, это не такой, как мне надо, потому что у меня кулер от фирмы AeroCool и корпус от этой же фирмы, но, к сожалению, кулеров таких, как мне надо, уже не найти. И я взял единственный кулер, который был самый дешевый, ну, вернее, не единственный, а подходящий кулер, который был самый дешевый, потому что кулеров на 200 миллиметров, 20 сантиметров, я искал на сайте, где продают компьютерные запчасти, там всего таких кулеров штук 5-6. И там самый дешевый это вот этот, остальные там идут дороже, там уже есть и по 50 долларов, это где-то примерно долларов 20, наверное, стоил он, или 15-20 долларов где-то он стоил. А остальные там по 50 долларов есть, там вообще дорогие они, и их вообще очень мало. Я так подозреваю, что скоро их вообще не будет, потому что они вообще непопулярные. Наверное, мало где ставятся такие кулеры. Соответственно, я решил взять, потому что мой уже дребезжит и скоро сломается, потому что он порой бывает, ну, как колесо на велосипеде, восьмеркой так ходит, и порой даже останавливается, я его пальчиком толкну, и он дальше пошел. А он стоит, получается, вот так вот на моем корпусе, и за ним стоят жесткие диски. Снизу один, ну, короче, 5 штук стоят, как раз прямо на весь кулер. И вот если он остановится когда-нибудь, когда я не увижу и перегреются, жесткие диски будут не очень. Поэтому, пока они еще есть в продаже, на 200 мм я взял, потому что я так подозревал, скоро они могут исчезнуть. Ну, в общем, это кулер от фирмы Cooler Master, прозрачный, с подсветкой. Хотя мне подсветка не нужна, без подсветки он стоит дешевле, но я его не взял, пока была возможность, и он вообще пропал с продажи. Пришлось брать дороже, такой вот. Хотя подсветку я буду из него вырывать, потому что, ну, отрывать буду эти все светодиодики, потому что мне они не нужны, они только отвлекают. И, получается, заря переплатил. Но других вариантов у меня не было, потому что тот кулер уже не продается. Вот, 19 дБ, в моем 18 дБ, то есть он тихий. И в такой вот коробочке он поставляется. Хотя ее, наверное, лучше всего открыть, снять, потому что в ней довольно-таки плохо видно из-за отбликов. Ее можно убрать. Вот такая вот здесь внешняя картинка, а это у нас сам кулер. Лежал в такой вот коробочке. Она нам уже не нужна. Это у нас задняя картиночка. Кулер-мастер. Transparent Silent One Mega Flow Red LED. Красная подсветка, но она мне не нужна. В комплекте еще идет вот такая вот штучка. Соединительные, как бы, провода. Удобно то, что здесь есть такой переходник в комплекте. Сразу, хочешь, подключайся. То есть, одна часть подключается к самому кулеру. То есть, таким вот образом мы подключаемся к кулеру. А здесь уже можно подключать. А выход из него подключается либо так, либо так к компьютеру. Хотя, может быть, я не знаю, как у меня подключено. Я давно туда не лазил. Может быть, как раз у меня и такой разъем. И тогда этот переходник не понадобится. Но хорошо, что он здесь есть. На всякий случай, мало ли. Мало ли вдруг понадобится. Ну, естественно, как бы, вещь дорогая. По идее, должно быть там что-то такое дополнительное. Даже здесь еще есть и болтики. То есть, все как нарисовано на картиночке. Сам кулер и аксессуары в виде кабеля и болтиков. Вот они, болтики. Что тут еще у нас пишут? Я, правда, мало чего понимаю на английском. Но понять то, что это в комплекте, я смог. Здесь, может быть, и русский есть. Да, вентилятор 200 мм, 20 см. Редкие, кстати. И очень мало. Вентиляторов на 120 мм. Ну, то есть, на 12 см. Очень много. Там прям завал. А таких всего штук 6-7. И вот такого плана. Там еще была подсветка синяя. И там еще какие-то. Таких штуки 3 было с разными подсветками. А дальше уже шли вообще дороже. Так я решил, зачем мне. Мне главное, чтобы охлаждало. А что там, как там. Вот. Шум. Ну, мне главное, чтобы не шумное было. Да, потому что если там будет, например, 30 дБ, он будет греметь не очень. У меня 18, а здесь 19. То есть, практически как мой. И это хорошо. Собственно, здесь больше ничего и нет. Тут какие-то ихние данные. Еще какая-то бумажечка была. О чем нам говорит бумажечка? Тоже все на английском. Мне ничего не понятно. Только для Австралии. For Australia only. Жалко, я ничего не понимаю, конечно. Ну, здесь я пытаюсь найти что-то, что я пойму. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Ну, может быть, кто-то из смотрящих, если будет покупать этот кулер, хотя бы будет знать, что идет в комплекте. И, может быть, он разбирается в языке и, соответственно, поймет то, что здесь написано и скажет. Скажет, о, хорошо, что я это увидел. Я поэтому куплю или, например, не куплю. Ну, вот здесь такая голографическая наклеечка в самом кулере. Кстати, прикольно. Прикольно. Так переливается. Круто довольно-таки. Получается, он будет вертеться. И она будет так играть на свету. О, ну, получается. О, прикольно. Ну, так прикольно. Здесь одна только наклеечка уже создает какой-то такой эффект прикольный. А если еще и подсветка будет гореть. Так и тем более будет прикольно. Ну, у меня, получается, мой кулер, который сейчас стоит у меня на корпусе, у него только вот эти вот ножки, две передние. А задних их вообще нет. То есть, вот здесь, где эти ножки, у меня просто такая вот гладкая поверхность. И если я вставлю в корпус, у меня там крышка сверху надевается. Возможно, она даже не закроется за этих вот штучек. Хорошо, если закроется, и тогда все нормально. А если нет, тогда придется их как-то либо отрезать, либо аккуратненько отломать. Но я боюсь, что если их просто взять, взять этим, как его, плоскогубцами и отламывать, можно и вообще сломать стенки. Поэтому проще тогда уже будет взять пилочку и отпилить аккуратненько, чтобы корпус закрылся. У меня просто других вариантов нет. Только у AeroCool крепление с одной стороны. А у всех остальных, которые сейчас есть в продаже, у всех крепление с двух сторон. Тут и тут. И как бы мне по-любому, у меня других, у меня выбора-то не было. Поэтому, к сожалению, придется, наверное, подпиливать. Если не будет закрываться. А можно и не закрывать, в принципе. У меня сейчас крышка не до конца закрытая. Потому что я смотрю, крутится он или нет. Потому что он бывает останавливается. Если он остановился, я пальцем поталкиваю, он пошел. Соответственно, у меня крышка приоткрыта. В принципе, можно ее и не закрывать, если уже так. Главное, чтобы сам кулер работал и охлаждал жесткие диски. Так, с этой стороны тоже что-то пишут. Кулер мастер. 12 вольт. 30. 0,30 ампер. Дата изготовления 2019 года. Тоже 21. Ну, я так понимаю, их скоро вообще не будет изготавливать. Потому что их вообще очень мало. Всего ничего, можно сказать. Скоро вообще ничего не будет тогда. Наверное, уже такие кулеры не ставятся на корпус. Ну, в общем, я даже нашел, как протестировать эту штуку. У меня есть блок питания на 12 вольт, 3 ампера. И через переходник, через два провода, я подключил вот сюда. Вот оно подключено. Осталось только включить в розетку. Ну, и вот он работает таким вот образом. Круто, когда можно проверить. Вот оно подсветочка горит получается. Каждая лампочка светит на свою сторону. Ну, не знаю, не очень прикольно смотрится на самом деле. Как по мне, только зря будет, ну, мешать светить, мешать, отвлекать. Ну, думаю, таки тихо работает, вот если послушать. На ту сторону, кстати, дует. Да, отсюда воздух забирает, а туда выдувает. Ну, так и должно быть, да. А у меня тоже так дует туда, на жесткие диски. Ну, вот оно крутится. Переливается. И вон оно все светится. Можно попробовать в темноте, посмотреть, как это будет. Правда, не совсем в темноте. Вспышка на телефоне осталась включена. Чтобы выключить, нужно запись остановить. А я уже не буду прерывать запись, потому что это нужно будет новую начинать. Ну, получается, сейчас только вспышка от телефона горит. Все, остальное освещение вокруг выключено. Так вот, темноте, видно наклейка голографическая. Тоже, думаю, таки прикольно смотрится. Ну, и включаем. Ну, оно светит, но не сильно, как бы. То есть, видно, что лампочка, каждая лампочка направлена в определенную сторону. И оно создает такой небольшой свет. Ну, в целом, в основном, светится там, где горит лампочка. А туда, куда смотрит. Ну, то есть, ты смотришь и видишь, что в основном светится там, где горит лампочка. А так вообще весь кулер не светится. Ну, возможно, он еще будет прижат, еще будет как-то отражать от... от самого корпуса. Но, в целом, ну, как по мне, не очень. На самом-то деле. Вот. Прикольно, что так останавливается, оно так мерцает. Ну, и так и прикольно. Так что, если у вас есть такой кулер, и вы не знаете, чем проверить, просто 12 вольт всунули сюда. По этому разуму можно посмотреть, где контактики. Вот они, два контактика. Значит, до вот этих крайних. Туда вставляете, если не работает одной стороной, переворачиваете, а за работой другой стороной. Хотя, по идее, должно работать двумя сторонами. Просто в разную сторону крутиться. Но здесь почему-то, наверное, какая-то защита есть. В ту сторону, когда поставил, правда, ну, я сначала не так, правда, поставил другой стороной. Оно вообще нигде закрутилось. Перевернул. Только тогда заработало. Вот. Ну, собственно, такой вот кулер. Думаю, довольно-таки неплохо будет работать еще. Много лет мне послужит. Потому что этот вот кулер долго работал. Я его потом, правда, смазал. Но сейчас он вообще уже как восьмерка на колесе. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова! Субтитры сделал DimaTorzok